Состоялось открытие восьмой международной научной конференции инноваций в спорте, туризме и образовании ИС ИСТИС-2023. В её рамках учёные из Москвы, Челябинской, Сентуков, Ханты-Мансийска, Сургута и Гомеля представили результаты своих исследований в областях физической культуры и спорта, физиологии, спортивной медицины, кинезиологии, педагогики, спортивного менеджмента, оздоровительного туризма и спортивного питания. Вообще на конференциях и в докладах и подготовке первое – это апробация будущих наших исследователей. Раз – это будущие кандидаты наук. Два – это умение подать свои исследования. Три – значимость в любом случае присутствует и всегда востребована. Это обмен конференции, обмен мнениями, опытом, ответы на вопросы, которые возникают в процессе. Это в любом случае, но только польза – это раз. Во-вторых, это в твоём портфолио, в твоей, скажем так, не знаю, дневнике научных исследований всегда должна быть такая конференция. Значит, польза в любом случае всегда есть. Во-первых. Во-вторых, но это торжественная такая обстановка, но это определённый праздник науки. Он всегда присутствует во всех направлениях, не только в нашем, не только в спорте. Приветственными словами участников конференции встретили начальник управления по физической культуре и спорту администрации города Челябинска Максим Клещевников, проректор по учебной работе ЮРГУ Ирина Савельева и президент ЮРГУ Александр Шестаков. Вот эта конференция Института спорта, туризма и сервиса, я думаю, что она одна из лучших конференций, которые мы здесь организуем. Почему? Потому что, во-первых, уровень конференции ещё определяется тем, чем занимается институт. А он, защищая биссертации по нескольким кандидатским, вот сейчас выходит докторская, и десятилетционный совет открылся, значит, который подтверждает уровень научных исследований в институте. Это говорит об уровне. С первым докладом выступил директор Института спорта, туризма и сервиса ЮРГУ Вадим Эрлих. В нём он представил достижения научно-исследовательского центра спортивной науки Института спорта, туризма и сервиса ЮРГУ. Спикеры из Москвы, Есентуков и Челябинска в офлайн и онлайн форматах представили уникальные исследования, результаты которых помогают выявлять проблемы в той или иной области спорта и находить пути их решения. Тема нашей работы связана с изучением закономерности организации циркодианных ритмов у студенток с вегетососудистой дистонией. Раньше так звучал диагноз, теперь мы говорим о том, что это всё-таки вегетососудистые или вегетативные расстройства, ещё называют вегетативной дисфункцией. Я работала на кафедре физической культуры Северокавказского федерального университета, работала со специальной медицинской группой и очень много студенток как раз раньше приходили с таким диагнозом. Мы решили провести статистические исследования, в которых участвовало более, наверное, уже 10 тысяч студентов, исследовали медицинские документы и выяснили, что заболевания сердечно-сосудистой системы как-то выходят на передний план, плюс большая доля из этих заболеваний или нарушений, если это ещё не нозология, это как раз таки вегетативное расстройство. Данная конференция имеет огромную значимость как для Юргу, так и для Челябинской области в целом. Она стимулирует обмен знаниями и опытом и способствует развитию научно-спортивного потенциала всего региона. Подобные конференции позволяют участникам обсудить проблемы, которые на сегодняшний день существуют в спорте, выработать какие-то совместные решения, произвести обмен опытом, ну и, конечно, обсудить уже какие-то планы на будущий год для того, чтобы плодотворно по итогам этой конференции можно было делать выводы и спланировать какие-то уже мероприятия. Напомним, что Международная научная конференция инноваций в спорте, туризме и образовании ИС-ИСТИС проводится ежегодно на базе Юргу.